Многократно Многократно получаю подтверждение о том, что люди России все более и более, несмотря ни на что, обращаются ко мне, к Богу. Духовность народа, выраженная в характере самого народа, подтверждает правильность моего выбора страны, народа, пионера преобразования человечества в новом тысячелетии. Один только вопрос, который мучает практически каждого россиянина – зачем живем? Стоит уже многого. Это значит, что в душе любого россиянина, независимо от вероисповедания или национальности, стоит этот вопрос, как самый главный, определяющий позицию человека на земле. Редко кто из живущих на земле задает этот трудный вопрос. В основном задают более конкретный вопрос – как жить? Но это очень важно для меня. Какой же вопрос мучает человека при рождении и жизни на земле? Я давно говорил, что человек, который задает себе вопрос, зачем живу, есть человек в душе праведный, и поскольку ответ на этот вопрос могу дать только я, то этот человек есть почти готовый человек веры. Действительно, очень важно, что мучает человека, и чему он отдает предпочтение, что он ищет, и чего он ждет от этой жизни в материальном мире. Россия всегда искала ответы на эти вопросы, и людей этой страны не надо заставлять или вести из-под палки в религию, которая все объяснит им и даст человеку путь, ему понятный, к истине, к Богу. Постоянное стремление российского человека к истине, к истокам, а фактически к религии, объясняется тем, что ответы на все мучающие его вопросы он ищет в церкви, в религии, что выгодно отличает этот народ от других народов, населяющих землю. Удивительно, но за многие тысячелетия этот народ так и не приспособился к условиям современной цивилизации, основным критерием которой является приобретение прибавочной стоимости и золотого тельца. Для этого народа как раз наоборот никогда золотой телец не был самоцелью жизни, и никогда стремление к улучшению условий жизни человека не рассматривалось им как основной приоритет. Оттого и странная русская душа остается странной для многих людей, потому что отвергает и не ценит материальные ценности жизни, ставя выше всего духовность человека. И эта высокая внутренняя духовность связана прежде всего с попыткой самостоятельно понять, какая задача поставлена перед человеком на земле. Отсюда традиционное и только российское копание в себе, в душе, доводящее российского человека в попытке построить общество справедливости до крайности, до революции, до гражданских войн, вплоть до самоуничтожения. Шарахание этого народа лишний раз подтверждает самостоятельный путь его к истине и фактически путь этого народа к самосовершенствованию и углублению души человека. Самостоятельный путь человека к истине и начинается с вопросов «Зачем я здесь?» и «Что я делаю здесь?». В этих условиях не надо никакого насилия. Человек этой страны воспримет мои слова, мое обращение, как долгожданный ответ на вопрос всей жизни. Очень важно, что на этот ключевой вопрос «Зачем я здесь?» российский человек не смог найти ответ в церковных догмах, потому что церковь и не пыталась помочь ему найти ответ на этот вопрос. Такой ответ не может дать ни одна религия, ни одна церковь, потому что эти задачи перед ней не стояли в прошлом тысячелетии и не стоят сейчас. Задачи религии прошлых веков были сложными, но и простыми одновременно. Нужно было привить правила поведения человека на земле, включая общественные отношения. С этой задачей, которую я поставил перед церковью, она справилась. И несмотря на то, что люди разделили церковь на направление или течение, а христиане еще умудрились разделить единую религию изнутри, тем не менее позитивного больше, чем негативного. Конечно, любой скажет, что церковь не влияет на общество в целом, а человек сам, без помощи религии, строит свои взаимоотношения в обществе. Но роль церкви, ее влияние на отдельного человека, отдельного индивидуума, переоценить невозможно. Весь парадокс заключается в том, что на уровне личности влияние церкви крайне велико, и человек в минуту душевных сомнений стремится, пусть неосознанно, но стремится к церкви, к Богу. Но вот в управлении, или лучше сказать, в установлении правил общественных отношений, церковь практически не принимает участия. Вопрос здесь непростой. Почему нет церкви, религии в управлении обществом, тогда как отдельный человек сам стремится к религии? Смысл этой проблемы заключается в том, что человек сам стремится к Богу, именно к Богу, а не к религии. И его стремление к Богу есть естественная потребность зайти в храм и получить духовную пищу и хлеб насущный знаний для души своей. И в этот момент ему никто не нужен. Он стоит передо мной и ждет помощи от меня. Еще раз говорю, что этот человек пришел в дом мой ко мне, а не к конкретной религии или к конкретному служителю церкви. Это естественный порыв человека к самоочищению, к праведности, и это очищение он получает от меня, только переступив порог храма Божьего. Запомните, грехи ваши я снимаю только в одном месте на земле, в храме моем, и при этом вам не обязательно принимать участие в религиозной службе. Человек, помни, что, войдя в храм мой, уже при входе в него ты получаешь благодать мою и наставление душе твоей на путь истинный и единственный. В церквях, домах моих, службу ведут тоже люди, тоже с грехами и пороками. Нет там достаточного количества посвященных и слышащих меня людей. А поэтому участие представителей церкви, религии в управлении обществом невозможно по одной простой причине. Не может человек без моей помощи построить общество высшей справедливости. Вот и получается, что есть на земле мои храмы, куда рвется человек душой, но нет управления людьми из этого храма. Ситуация и запутанная, и простая. Человек постоянно стремится к Богу, даже самый большой грешник, пусть перед смертью, пусть за несколько минут до наступления ее, но вспоминает о Боге. Человек надеется, что только в храме он может получить ответ на вопрос «Зачем я здесь?». Но вопрос есть, а ответа нет. Настало время, настало историческое время для человека получить ответ на этот вопрос от меня непосредственно. Я начинаю объяснять человеку смысл и цель его жизни. Я даю этот хлеб насущной знаний человечеству, и через эти знания я показываю путь человечеству, человеку к истине, ко мне. Более того, я начинаю убеждать человека прекратить пустые самостоятельные хлопоты по устройству основ человеческих отношений. Никакие теории человечества не могут дать объяснение пути к справедливости. Человек не мог и не может самостоятельно построить общество, достойное звание человека, созданного по моему подобию. Нет у человека знаний таких, и нет такого права строить основы своего общества без меня. Я создал вас, и за мной остается право определять структуру, схему отношений между вами, детьми моими любимыми. Поэтому я прекращаю ваши самостоятельные изыскания высшей справедливости, и показываю вам мой путь построения общественных отношений на базе божественных начал. И только в этом случае будет успех, и будет построено долгожданное общество высшей справедливости. Продолжение следует...